Добрый день! Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Кстати, подписывайтесь и на мой канал, здесь будет интересно. А мы продолжаем разговор, посвященный творчеству, который вы можете посмотреть в специальном плейлисте. А я сегодня расскажу вам о своем третьем поэтическом сборнике, который называется «Квантовый человек». Сборник написан в 2015 году, в период между Астарой, то есть весенним равноденствием, и Мейбаном, то есть осенним равноденствием. Тематически он продолжает описание моего пути к самому себе и к миру через процессы слияния с природой. И вот несмотря на то, что это уже третий по счету мой сборник, в нем по-прежнему ощущаются шаги новичка в работе с языком и поэтическими формами. Но мне тогда было особенно важно обратиться к теме дохристианского славянства. Настолько открыто я делал это впервые. Порывисто и не могу сказать, что уж очень умело. Но это было частью моего трансформационного процесса, и его суть оказалась важнее формы. И вместе с древнеславянской я обратился к образам и символам древнескандинавской, древнеиндийской культуры, к японскому синтоизму и теоретической физике. Это был способ выразить примерно такую мысль, что христианство многое уничтожило, но стерло память далеко не всем. И есть еще те, кто помнит, что было до. Готовя материал для этого видео, я прочел свой сборник, хотя крайне редко читаю свои работы. Получилось такое занятное путешествие в прошлое. Память ведь именно так и работает, через образ вспоминается контекст. Мне вот вспомнились места и трупы, по которым я гулял, когда появились какие-то фразы и образы для некоторых стихотворений. Вспомнил, как выглядела моя комнаты, где в то время стояло кресло, в котором я писал. Конечно, вспомнил и женщину, которую в то время любил. А что касается имени сборника, то квантовый человек – это, во-первых, образ меня, в котором я находился в тот момент. Во-вторых, это то же самое имя, которое я выбрал ранее для своего взгляда на личность в рамках разработки природно-ориентированной психологии. Ну и мы уже скоро поговорим об этом. Квантовый человек – это человек, помнящий о прошлом, но смотрящий в будущее, видящий себя и мир через идеи объединения, развития, избавления от ненужных страданий и разрушений. Ну а в завершении, по нашей традиции, я сделаю две вещи. Во-первых, скажу, что сборник «Квантовый человек» вы можете приобрести в электронном виде на платформе Elite Trace. Ссылка в описании к видео. Обязательно переходите и скачивайте. Напомню, обложки всех моих сборников иллюстрированы картинами мексиканского художника Эдуардо Родриго Кальсада с его личного разрешения. Ссылка на его инстаграм тоже есть в описании к видео. Ну и второе, что я сделаю, это прочитаю для вас несколько стихотворений из сборника «Квантовый человек». Как и всегда, напомню, что я так себе чтец стихов, поэтому прочитаю так, как получится. И первым стихотворением, которое я для вас прочитаю будет стихотворение, которое называется «В первый раз когда-то было все это». «А сможешь вспомнить свой первый день, первый вздох, первый шаг и первое слово? Сможешь ли вспомнить, как все началось и возвратиться к основам? А может быть, вспомнишь первый звук, первую букву самой Вселенной? Почувствуй и вспомни ее сердца стук, словно мелодию родной колыбельной. И может быть, вспомнишь первый раз, когда ты увидел солнечный свет, или вспомнишь самый первый свой сон, первый дождь, первый смех, первый снег. А можешь ли вспомнить свою первую зиму, или жар первого лета, цветение весенних садов, или листопады осенних лесов? Ведь в первый раз когда-то было все это». Вот такое стихотворение. А следующее стихотворение называется «Огни приковали взгляды». «Огни приковали взгляды. Почувствуй, другого не надо. Этот свет — высшее благо. А ветер наполнит сердце отвагой. Как дождь с живительной влагой одарят землю весной. Поднимайся, и пойдем со мной. Где-то там, за горой, за рекой. Огни приковали взгляды. Почувствуй, ведь другого не надо». И еще одно стихотворение, которое называется «К тем, кто создает». «Меньше малого и больше большого, разного, нового и другого можно легко создать, если крылья мечты расправить, воображение смело добавить и получать ответы из сна. Жизнь тогда станет ясна, если научишься чувствовать, чтобы в мире живом присутствовать, смотреть, как рождается звезда. Всегда говори, всегда. И совершая открытия чудные, дни просто не смогут быть нудными отныне уже никогда». Ну и вот на этой ноте будем разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. А я желаю вам всем всего наилучшего и говорю, до встречи!